Вот к кумтору, по моему мнению, эта закономерность не имеет никакого отношения. Кумтор был, есть и будет ньюсмекером номер один в жизни страны. И вот почему. Во-первых, кумтор – это первое крупное поражение, которое понесла наша страна на заре своей независимости. Наша правящая элита проиграла интеллектуально. На тот момент мы не обладали ни опытом, ни знаниями в составлении договоров международного уровня. Но самое главное – мы проиграли морально. Огромные по меркам советского человека деньги быстро развратили правящую верхушку страны. И дальше из этого капкана не вырвался ни один правящий режим. Все получали свою долю от национального богатства Градыстана, оставляя народу крохи с барского стола. Да, были попытки изменить ситуацию, но они натыкались на кабальные условия пунктов договоров и угроз международных скандалов и отсутствие политической воли. Последние, подкрепленные особыми предложениями, для недовольных сводили на нет все попытки вырваться из этой паутины. И так мы жили все 25 лет. Во-вторых, это самая крупная победа Градыстана за все 30 лет независимости. Первое, по-настоящему, суверенное действие нашей страны. Мы не побоялись разрубить этот Гордеев узел, которым опутал нас недобросовестный инвестор. Нас много критиковали и продолжают критиковать. Но, поверьте, другого выхода у нас просто не было. Это результаты перехода кумтора в руки народа. Вы знаете, у строителей кораблей и моряков есть такое понятие – остойчивость. Это надежность корабля выдержать любые штормы. Так вот, с возвратом кумтора наш кыргызский корабль, наша экономика в кратном размере повысила свою остойчивость и надежность. И какие бы испытания не выпали нам, мы знаем, у нас есть надежный тыл, богатство, оставленное нам нашими предками, которое мы потеряли и снова вернули себе. Я хочу, чтобы об этом мы помнили все и наши друзья, и наши оппоненты. Продолжение следует...